Л-410 универсальный двухмоторный самолет, который может взять на борт 19 пассажиров или около двух тонн груза. Без дозаправки преодолевает до полутора тысяч километров. Эти чешские самолеты предназначены для эксплуатации на неподготовленных, грунтовых, стравяных и снежных площадках, а также на аэропортах с короткими взлетно-посадочными полосами. В общем, они идеальны для воздушного сообщения с отдаленными и северными районами республики. По мнению представителей аэропорта, это спасение для местной авиации. Сегодня воздушное сообщение налажено почти со всеми отдаленными районными центрами. Эти два самолета позволят существенно увеличить частоту полетов. Нашей местной авиалинии как раз нуждается в увеличении частоты полетов, потому что Ан-24, не секрет, из 48 мест уходил примерно с половиной загрузкой. А Л-410 позволяет рейсы сделать более интенсивные, то есть ежедневные. Это актуально в свете риска остаться без воздушного сообщения вообще. Ведь ресурс еще советских Ан-24, которые сегодня в основном осуществляют авиаперевозки граждан, скоро закончится. Тогда общение с северов нашей республики можно осуществить только по железной дороге. Это неудобно и очень долго, особенно для бизнеса, который не может терять по двое суток ради того, чтобы решить слетать там один вопрос. Поэтому это очень важно, что у нас теперь открывается перспектива, и вот эта опасность прекращения полетов между Улан-Удэ и Северами, она пропала. Поддержка местной авиации, кроме всего прочего, дает дополнительный импульс развитию туризма. Скорость и комфорт позволят окупить затраты авиакомпании и приобрести новые самолеты. Для туризма вот такие самолеты, они как никогда нужны. Это прилет, туристы не привыкли долго ездить, поэтому во все уголки нашей республики туристы будут ездить, а это будет способствовать развитию в целом туризма. Первые рейсы новых самолетов будут до отдаленных Токсимо и Нижнеангарска. Билет обойдется примерно в 6 тысяч рублей. Сергей Соголов, Блад Бадмаев, Новости дня.